презентуя свой новый плеер маркетологи из компании shanling поступили нестандартным образом они объявили сбор денег для производства на платформе kickstarter тот момент я тоже задумался вложиться в это благодарное дело но на картинке плеер показался мне очень маленьким и я отложил это затея и так shanling q1 уже в продаже по относительно бюджетной цене ссылка в описании на деле плеер оказался совсем не маленьким а вполне себе то что надо q1 получил квадратную форму закругленными краями в руке лежит комфортно пользоваться им удобно отмечу тот факт что пользоваться им будет удобно как правшам так и левшам из управления здесь три кнопки навигации и нажимное колесо управления громкостью кстати в прошлых моделях плееров shanling пользователи отмечали неадекватную работу крутилки то не люфтили либо работали с неуверенным шагом регулировки q1 колесо работает как часы с отчетливым ходом и приятным щелчком во время скролла корпус плеера собран полностью из металла внешний вид получился в ретро стиле пастельные оттенки цветовых решений кремовый синий зеленый и красный делают дизайн однозначно крутым комплекте с плеером идет силиконовый чехол и защитная пленка для дисплея shanling в качестве оболочки использует собственную операционную систему m touch и это однозначно плюс пользователи после мощных современных смартфонов на android пользуясь плеерами на той же операционной системе замечает явные подтормаживания shanling оптимизировали свою систему под аудиофильское железо при пользовании никаких глюков флагов и торможения не замечено удобство и информативности добавляет сенсорный дисплей диагональю 2 и 7 дюйма большие углы обзора приличное разрешение и регулируемый запас яркости позволяют назвать его годным shanling q1 после полной зарядки на средней громкости способен воспроизводить музыку реально до 21 часа выходная мощность плеера составляет 80 мегаватт при 32 ом зависимости от наушников настройках есть возможность выбрать уровень усиления маленький и максимальный для любителей слушать аудиокниги с плеера обнаружена возможность регулировки скорости воспроизведения кстати о разъемах плеер получил современный юсб тайп си соответствующий кабель в комплекте за передачу звука отвечает сап и сс sabre е 92 18 пик q1 можно использовать как внешний цап подключив его юсб кабелем к ноутбуку прирост в качестве звучания в таком случае очевиден его ощутит любой слушатель который даже не считает себя гурманом также устройство может работать по беспроводу в режиме передачи и приема то есть плеер можно передавать музыку с телефона по bluetooth для дальнейшей передачи музыки на наушники или колонки по проводу или по воздуху проводное прослушивание музыки замешано на стандартном аудиоджеке три с половиной миллиметра беспроводное прослушивание по bluetooth 42 но уже с поддержкой современных кодеков эльдак sbc айси и и 5x шанлинг в плане звучания придерживаться своего фирменного почерка сбалансированные с притемненным вкусовым оттенком на фоне плееров с упрощенной в плане эмоций подачи q1 показывает мягкий чистый эмоциональный и вовлекающий звук я тестировал в тандеме с проводными шанлинг ме 200 и беспроводными шанлинг мтw 100 низкие частоты поданы структурировано бас контролируемой стелесной и массивной основой кому-то может не хватить глубины середина преподносится с достаточным разрешением по интенсивности малость прижата в плане вокала заметно приличная детализация четкий бэк-вокал и инструменты второго плана высокие частоты также детализированы есть послезвучие и затухание задирая громкость выше среднего ничего не пилит уши а мелодично доносит нюансы до слуха плеер шанлинг q1 однозначно получит позитивный фидбэк в аудиофильском сообществе узнаваемый ретро дизайн благородный алюминий в основе корпуса и добротная сборка шаг за шагом китайцы своей продукцией покоряют мир лично меня в качество звучания плеера порадовало вы можете лично протестировать плеер шанлинг q1 по аудио салонок sound mac в киеве днепре и одессе а а Субтитры сделал DimaTorzok